Всем привет, я Тёмча и сегодня я расскажу вам про свою трансформацию. Некоторое время назад я начал новую жизнь. 875 дней, это 2 года и 4 месяца, как я не употребляю наркотики и никакие психоактивные вещества, при том, что стаж употребления у меня был около 10 лет. Мне часто писали про то, что мне стоит рассказать о своей трансформации, стоит рассказать о своей истории. На сегодняшний день я не могу сказать, что я достиг какого-то определенного результата и трансформация уже свершилась. Это работа каждого дня. Для меня честнее будет сказать, что я еще только в начале этого пути, но уже какого-то результата я достиг. Слава Богу, что я не умер, и у меня есть сегодня возможность делиться каким-то позитивным опытом. Вообще, мне задавали вопросы про трансформацию внешности, про похудение, про какие-то успехи в спорте. Все это только результат того, что в какой-то момент мне пришлось организовывать для себя новый образ жизни. спорт, диеты и какой-то честный взгляд на себя, уход за собой. Это все результат именно моего выздоровления от болезни зависимости, как это принято называть. Для меня важно сказать о том, что чистая жизнь для меня, она началась на базе разрушенной старой жизни. Когда уже нельзя было продолжать, я понимал, что медленно, но верно двигаюсь к погибели, если можно так выразиться. Все сферы моей жизни были разрушены. Это здоровье, это отношения, это какая-то духовная сфера и совершенно разрушенная самооценка, абсолютная неуверенность в себе, изоляция. Все это в моей жизни было. Я думаю, с этого начинается любая победа над наркотиками. Это когда зависимый человек обращается за помощью. Вот в моем случае так и произошло. Я даже не могу сказать, чем я отличаюсь от тех ребят, у которых не получается на сегодняшний день оставаться чистыми. Почему у меня получается, а у них нет. На этот вопрос готового ответа у меня нет, потому что я все еще остаюсь наркоманом, даже не употребляя наркотики. Остаюсь таким же, как они. Просто в какой-то момент я дал себе шанс прожить один чистый день, потом еще один, еще один. И мне сказали, что это будет нелегко и понадобится много терпения, но есть такая фраза, что в чистоте можно прожить что угодно. Нет таких чувств, с которыми человек не мог бы справиться в трезвом состоянии. Вместо того, чтобы убегать в употребление от своих тяжелых ситуаций, от каких-то тяжелых переживаний, теперь у меня есть опция поделиться своей болью, своими переживаниями с таким же зависимым человеком, как я, который меня полностью понимает. Если говорить про внешность, то наркотики и алкоголь помогали, наверное, мне справиться с той болью, которую я испытывал, глядя на себя в зеркало. И на определенном там самом последнем этапе в зеркало я не смотрелся вообще. И когда наркотики ушли из жизни, и передо мной стояла задача измениться, это было одной из приоритетных моих задач. Измениться внешне, что-то сделать со своим телом, заняться своим здоровьем. Для меня в чем задача этого видео? В том, что вот я сижу живой, и я сегодня чистый. И это самое главное. В том, что у меня есть позитивный опыт выхода из, наверное, как может показаться, безвыходной какой-то ситуации. Потому что мне так оказалось. Я готов делиться своей историей, делиться своим опытом. Я открыт к этому, несмотря на тяжелые чувства, которые у меня сейчас возникают. Несмотря на сопротивление, смущение и стыд, который я испытываю в связи с этим. Я открыт к этому, и я буду это делать. Я буду отвечать на вопросы максимально, насколько для меня это возможно честно.